В эфире библейский портал Экзегет. Нам пришел вопрос, как достичь мира в душе? Миром мы называем самого Иисуса Христа вслед за апостолом Павлом. Апостол имеет в виду примирение человека и Бога. В познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Сам Господь, когда является воскресший Христос своим учеником, говорит мир вам. Потому что они пребывали в невмирном, в очень тяжелом, угнетенном состоянии при закрытых дверях страха ради иудейска. Потому что они прекрасно понимали, что могут развернуться масштабные преследования всех учеников вслед за окрестным страданием и смертью Иисуса Христа. И вот именно это исцеляет Христос словами мир. И на богослужении священник, многократно поворачиваясь к молящимся, благословляет их, передавая им мир Христов. Мир вам, он говорит. Это называется богослужение и преподание мира. Почему? Потому что, как в первом послании к Олимпинам, говорит апостол Павел, Бог не есть, Бог не устройство, но Бог мира. А вот немирное, подавленное, угнетенное, боящееся, метущееся или враждебное, раздраженное, осуждающее состояние кого-то – это не то состояние, с которым христианин должен предстоять пред Богом. Мы знаем, что есть определенные условия, которые мешают человеку причащаться. И одно из главных условий – это немирное состояние с кем бы то ни было. Апостол Павел говорит по возможности «старайтесь иметь мир со всеми». То есть бывают люди, которые нас не прощают, даже когда мы просим прощения, даже когда они виноваты. И такое бывает. Но мы должны сделать все для того, чтобы иметь с ними мир. И тогда мир Христов и зальется в наши души. Более того, мы смотрим и видим, что просьба о мире, сходящем свыше, то есть как раз о присутствии, умиротворяющем присутствии Христа – это самое первое прошение на всех службах. «Миром Господу помолимся, о свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся». Это первое, что мы просим, потому что мир Божий сходит в наше сердце. И тогда уже мы по-настоящему можем молиться обо всем остальном на совершающемся богослужении. Субтитры создавал DimaTorzok